У меня фиолетовые шнурки завязывали. Всем привет! У нас Вика у Назара вытянула с утра шнурки себе в кеды и ушла. Назару ехать к репетитору шнурков нету. Мы, короче, она вытащила вот эти фиолетовые со своих кед и забрала Назара черные. Поэтому мы сейчас отвезем его с фиолетовыми. Назару вообще не смешно, конечно. И мы с папой быстро купим тебе шнурки. Посмотрите на это лицо. Мне очень весело. Мне завязывают фиолетовые шнурки. Мне 12 лет и я мальчик. Ну ты же босиком не пойдешь сейчас. Мне кажется, сейчас лучше бы я босиком побежал, чем вот это вот удел. Сынок, мы сейчас тебя с машины высадим и заберем уже тебя со шнурками. Мы сейчас где-то купим. Как на меня репетитор будет мой смотреть? Я приду с фиолетовыми шнурками. Боже, и смешно, и грешно. Я Вику прибью, она придет. Я не знаю, что я с ней сделаю. Во второй раз у меня шнурки украдет. Украдет. Воровка. Мы ее сделаем. Ну что это такое? Она целая. Ну вообще не честно. Я корчила поиздеваться. Я сейчас над ней поиздеваюсь, и она вернется. Давай я ей какой-то заподвозь делаю. Мама гопник. Только сегодня у нас. Ты сидишь просто, не знаю, очень похоже. Вот так, четко. Так, сына, выключай камеру, а бывает уже один кроссовок. Папа уже машину зайдет. Какой балдер! Назад побежал быстро-быстро. Выглядывай, чтобы никого не было. Ой, господи, не могу. Прыгай. Машина. Слушай, мы, короче, ему фиолетовые шнурки за это шнуровали. Вика молодец, конечно. Вот это свои как-то шнурки нам дала. Какие свои? Так тут вообще оранжевые. Ну и что? Я тоже в оранжевые. Не знаю. Назара, а эти бабул кроссовки мои? Да. А что теперь, меняться? Как хочешь? Нет, буду смотреть в глазу. Ну тебе, так а ты разбудишься, ты и все. Ну да. А мы сейчас где-то купим ему шнурки навязывать. Или кроссовки. Или кроссовки. Так-то с ним надо кроссовки. Выйдет и купим. Мы подарки купили. Такую красоту. Сейчас я в машине раскрою, покажу. Пойдем круассан назарцы возьмем, он хотел. Ой, здесь еще какой-то аромат. Слушай, там заборчик, мы не перейдем. Пойдем на переход. Тут тоже что продают. Видела такие? Сосиски в тесте. Факая такая. Стрюжи порядки наводят в городе. А Бондаренко молодец. Молодец-то. Вот, я сейчас покажу фонарики. Мы уже с Сережкой начинаем облепляться улицей. Куда-то мы уже. Короче, начинаем обрастать уже природными принадлежностями. Да, папа? Да. Да. В общем, вот такой. Сережка продемонстрирует нам. Вот такой фонарик нам уже один из подписчиков дарил. Не помню, какой-то праздник. Честно говоря, мы очень довольны будем этим фонариком, но он уже свое отжил. Может, не вытаскивай? Я покажу, как он включается. Мне что в этом именно нравится. Кнопка вот эта. Она показывает, в каком положении находится. А что же она там показывает? Включаешь вперед. А, все, ясно. Включаешь назад. Посерединке это нейтрально. Посерединке, да. Потому что, когда ты кнопочные, что нажимаешь, опускаешь. Когда фонарик разряжен, не знаешь, в каком положении он находится. И ставишь на зарядку, и он сгорает. Ну, да. А здесь мне вот эта очень понравилась кнопочка. Что сразу видно, в каком положении находится. Тут же зарядочка. То есть себе вставляешь. Переходники так поднимаем. Это бонус, что-то сильно тонкое. Чего? Не, нормально. Нет. У нас шире вроде эти идут. Да? Да. Все равно надо переходить, кто-то делать. О, Боже. Купили. Ладно. Ничего страшного, Сонечка. Давай следующий. Посмотрим. Так, и следующий у нас такой. Это будет мой любимчик. Да? А вот это будет мой любимчик. Это будет твой любимчик. Это такой фонарик на природу, на кухню. Угу. Здесь у него есть подзарядка солнечных батарей, то есть полной зарядки он не даст, но для поддержания, например, поставить его на день на солнышко и вечером какой-то час-два попользоваться, еще можно будет, но всю ночь не хватит. Вот так же самое здесь зарядка, индикатор зарядки, вот эта кнопочка, которая мне не очень нравится. Он вот так вот и подвешиваться может? Да, он может подвешиваться. И вытягиваться. Может держаться в руках, вот так вот. И высовывается. Опа. И на стол его, пожалуйста, поставил. И на столе все видно. Можно готовить. За рукой твоей ничего не видно. Угу. Классно. Такой комаров приманивать. Угу. И здесь такой светодиодик. Угу. Всял? Да. Все. Такие покупочки. Так, поехали за шнурками. Круассаны забрали на зарки. И мне один. Сережка не захотел. Ну да. Поехали. Что такое, сынок? Да нет, на меня смотрят как на этого. На чокнутого с этими шнурками. Ага, ты я за шнурки забыла. Мы, кстати, не купили, сейчас заедем. Спасибо. Ты сейчас с тобой пойдем выбирать, пожалуйста. Бери вон круассан ешь. Слушай, может поедем домой? А че? А шнурки? Вики заберу. Это все равно надо купить. Ну, какие-то надо Вики туда брать. Да я сама выскочу. Сейчас главное подъехать на Гоголь. Я выскочу, куплю и все. Поехали. Так, это мне сейчас вот так возле золотого. Это Вики нужна новые шнурки, а мне мои нужны. Хорошо. Ты мне скажи, что на английском. Все сделали? Да, все. Осталось только все травки перекрасать. Попробуй круассан. Да, да. Там помидор, кстати, не чувствуется. Можешь его и не вытягивать. Не, мам, я тебе... Попробуй. Все, поехали домой. Сейчас мама зашнухам. Не будут у тебя шнурки в стакане. Шнурки в стакане, да. Ну попробуй, укуси один раз. Мама, нет. Я выберу сначала помидоры. Их тут очень много. О, боже. Ну вот это такой детеныш. Мало, блин. Ну что, выбрал помидоры? Да. Но их тут мало. Ну и как тебе круассан? Говорю. Вкусно? Ага. Едем за шнурками и домой. Папа на работу уже. Мама. А? Вике будете покупать шнурки? Вике купим, а у нее заберем твои. Ей длиннее вообще-то надо. Назар возвращается вообще с одним шнурком. Один мы сняли, потому что я на рынке взяла с собой, чтобы длину посмотреть. Она Вика ограбила. Его Вика, я рассказывала уже. Этот грабеж. Так они телепаются, посмотри, как они длинные. Вика, если ты это смотришь, я тебя прибью. Ты уже это говори. Прибивальщик великий. Знаешь. Ага, убийца бабочек, точно. Так, так, так. Пока никого нет. Ну, кроме Назара. Мне нужно составить список. Идти в магазин, посмотрите. У-у-у, пусто. Надо готовить, кушать. Готовить, кушать надо. А я ненавижу придумывать, что готовить. Ну, в каком плане придумывать? Не то, что придумывать. Кто-то писал в комментарии, как это спрашивать, что готовить? Вы должны сами знать. Да я знаю, что приготовить. Я же хочу так, чтобы все это хотели кушать. То есть, меню вкусно, чтобы было для всей семьи. И поэтому для меня это, для меня не проблема приготовить. Для меня всегда я не любила. Кстати, у моей мамы та же история. Она тоже. Она всегда спрашивала всю жизнь. Что вам приготовить? Что на выходные приготовить? Что ты-ты-ты-ты. И меня так это всегда раздражало. Ну, мам, ты что-нибудь приготовь. Мы все будем. А теперь сама. Не хочется однообразия. Хочется чего-то новенького. И начинаешь думать. Так, что же приготовить? Чтобы это было вкусно. Чтобы это было первое, второе и третье. Или хотя бы второе и третье. Ну, короче говоря, сейчас сижу, подумаю, что я буду готовить. И буду писать список в магазинчик. Я всегда люблю, когда массовая закупка продуктов. Я всегда пишу все на список. Потому что обязательно что-нибудь забуду. Либо захожу в магазин и все. Я потерялась. Я потерялась. Если я голодная, наберу всякого ненужного. В итоге кушать нечего. Деньги потрачены. Поэтому я все делаю по списку. И понимаю, что сегодня будет у меня в меню. И, соответственно, покупаю продукты. Те, которые надо. Ну, и параллельно, например, масло закончилось. Там подсолнечное масло, сливочное масло, молоко. Ну, яйца, допустим. Ну, то есть такие продукты, которые в обиходе каждый день. Помимо того, что готовишь. Так что вот так вот. Все. Побегу сейчас в магазин. Назарыч сейчас отправляю к Сережиной маме заниматься математикой. Ему нужно подготовиться к контрольной работе завтра в Фемли. Там, где он занимается, на курсы ходит. Вот. По школе вроде бы уже все контрольные у него прописаны. Уже некоторые более-менее оценки есть за контрольные. Английскую, я говорила, у него там 10. Математика еще неизвестна. Но это я беру основные предметы, которыми он плотно занимается. Вот. Информатика 10 у него. В общем, он идет к бабушке, к Сережиной маме заниматься математикой. Подготовиться на завтрашнем контрольном. А я в магазин и будем готовить. Сейчас придумаю что и вам все расскажу. Почему Назар идет заниматься к бабушке. С математикой. Потому что если с языками ему может Вика помочь, то с математикой у нас, к сожалению, таких математиков нет. Школьная программа, она немножко попроще. А то, что нужно приготовиться на Фемли, там уже потяжелее уровень математики. Поэтому мы сами не очень справляемся. А у Сережи мама, она математик. Она учила и высшую математику, и у нее тетя была учителем математики. И она закончила медалистка у Сережи мама. И красный диплом, бухгалтера. В общем, она математику очень. У нее математический склад ума. И она с Викой занималась, с Назаром занималась. Короче говоря, она сможет побороть эту математику. Единственная из нашей семьи. В общем, как-то так. Поэтому я его отправляю. Но нужно дождаться Вику, потому что, как вы видели ранее, Вика ушла с Назара шнурками. Представляете, с вами поговорила, взяла листочек, ручку, садилась с мыслью. Сейчас начнутся эти мысли, начну думать. И как-то так раз и быстренько придумала. По крайней мере, что я хочу. Я хочу окрошку, я приготовлю сейчас. Потом салат Мимоза. Салат Мимоза, почему мне пришла в голову? Потому что у меня просто сейчас стоит баночка сардины. Ну, можно, в принципе, консерва есть. И многие продукты на нее есть. Поэтому я решила ее сделать. Свежий салат, потому что у меня тоже молодая капуста в холодильнике. Ну, то есть есть чего приготовить. И картошку молодую отварю с зеленью и с маслом. Потому что тоже она у меня лежит в холодильнике. Поэтому все оказалось проще простого. Вот такой вот список на окрошку. Кое-что на Мимозу надо докупить. Буквально там сырки и все. Яйца все это у меня есть. И на картошку масло нужно докупить. Ну и зелень, конечно же, на молодую. И все. Так что можно смело бежать в магазин и приниматься к готовке. Вышли мы с Назаром. Я в магазин. А Назар у бабушки. Бабушка живет у нас вон там. Буквально рядышком. Что там развязалось у тебя? Господи. Вику не дождались. Назара делал кроссовки. Мамины. Маи вообще-то. Ну вообще они, да. Назару. Это нам когда-то со штатов прислали Назару. Но они были на него очень большие еще тогда. И мы с Викой их начали носить. И уже, в принципе, сносили, пока Назара нога доросла. Так, бабушка у нас живет вон в соседнем доме. Поэтому мы недалеко. Назар, тебя зовут. Все, я в магазинчик. Буду ждать тебя дома, сынок. Так, принесла пакеты с магазина. Конечно же, я набрала не все по списку. Так, сейчас будем выгружать. Что у нас по списку, что не по списку. Ну вот это не по списку. Мороженое. Что-то подумала, что все захотят. Это сырки плавленные на мимозу. Майонеза набрала. Не знаю, просто сколько пойдет. Масло я беру сразу по полкилограмма. Потому что Сережа много масла любит. Каждый день с кофе. Колбаска на окрошку. Сыворотка на окрошку. Я хотела бы сделать окрошку не так, как всегда. С кастрюлю. А в пол порции. Лучше ее свежую сделать. Но дело в том, что сыротка, она в пол-литровых пакетах не продается. Поэтому я вылью половину, потом еще половину. Так, зелень. Еще мороженое. Что-то я сегодня захотела порадовать семью. Вот, взяла кефир на пол порции. Ну, обычно я литр вливаю. А это пол-литра. Так, сосиски детям любимая. Это морковка на мимозу. Редиска на окрошку. Огурцы на окрошку. И сметана на окрошку. Все. Боже, два пакета, а так вроде бы и немного смотреть. В общем, все, сейчас буду отваривать овощи. И потом вернусь к вам с готовкой. Сынулька пришел. Спасибо, бабушке объяснила. Да? Прекрасно, да? Понял все? Ну, долго вы, конечно, долго это объясняли, да? Бабушка объясняла тебе долго? А что ты принес тут? Бабушка передала. Изюм и черни... черенеслив. Ух ты, спасибо, бабушке. Хорошо. Я сейчас привезла в один из бутылок, который бабушка делала, когда я у нее была. Ну, сделаешь, только надо продукты купить. Ну, ты все... Ты отзанимался, все понял, все хорошо? Да, сказала, что я к ней завтра прийду. Еще раз? Да. Когда западут. Так контрольная аж в три часа. Если у меня интернет есть, то я у них... Ты хочешь там делать, да? Я там сделаю и там же отправлю. Все, понятно. Хорошо. А я кушать готовлю еще. У меня все в процессе. Видишь, тут уже салатик заканчиваю. Сейчас окрошечку буду нарезать. А мы делали с бабушкой долго, потому что бабушка и я тупили. А, бабушка тоже немножко это вспоминала, да? Ну, как бы она говорит, что это не очень сложно. Что просто вспоминала. Она школу в 1966 году закончила. Ну да, понятно. Ну, хорошо. Вспомнила, объяснила, все хорошо. Она мне объяснила проценты, которые я тупила очень долго. И то, что я очень давно тупила, это вот дроби... Да ты же дроби хорошо подогнал. Помнишь? Уважение и деление, да. А, плюс-минус. Плюс-минус. Понятно. Ну, уже понял? Понял? Легко вообще. Оказывается, да? Когда понимаешь. Мама-то дядька в интернете, он очень плохо объясняет. Ясно. Там, знаешь, как, кто поймет. Я вот, например, не помню. Ясно. Картошка готова. Вернее, картошки у меня сосиски. Так, ну и окрошка у меня уже все тут понакрошила. Сейчас подсаливаю обязательно, перемешиваю. И заливаю заправкой. Это салатики мои. Вот так вот. Хотела сделать поменьше, а все равно получилось. Не, ну кастрюлька поменьше, чем я обычно делаю. Мне лучше свежая, потому что мы так быстро, много не съедается. Так. Вот так вот. Представляете, когда залила уже кефир и сметану сюда, вспомнила, что я Вике не отложила. Она же не ест заливкой окрошку. Так что Вика осталась без окрошки. Все заливаю. В принципе, окрошечка готова. Так, сейчас будем смотреть по густоте. Назар тоже любит. Назара! Еще надо. Вот так примерно. Ой, еще забыла я горчицу. Обычно еще добавляю. Сейчас добавлю, чтобы такое было вкуснее. В принципе, готово. Назара позову кушать. Я слышал, слышал. А, ты идешь уже, да? Уже окрошка готова будем кушать. Мы с тобой вдвоем, так что вдвоем и кушаем. Сейчас я уберу здесь все. Я уберу здесь все. Так что я уберу здесь все.